Привет, привет, Лёшка! На проводе где-то года 3-4 назад я делал видео, ну не только видео, я ещё выступал на одной конференции с этим докладом, и видео можете найти у меня в Ютьюбе. И заключалось в том, что развитие батарей, развитие способов хранения энергии, электрической энергии, развивается настолько стремительно, что уже в очень ближайшее время эти батареи будут занимать небольшое место, то есть их коэффициент киловатт-час в килограмме батареи будет достаточно велик для того, чтобы в доме, например, сделать, не сделать, а делать теперь постоянно автономную систему электропитания, то есть к дому не подводить электрические сети вообще, то есть строя дом в любом месте земного шара, просто сразу встроив в дом батарею на 300 киловатт-час, я думаю, что процентов 90 домов этого вполне хватит на месяц, у меня дом расходует в месяц от 200 до 300 киловатт-час. И имея этот аккумулятор, в принципе, остался вопрос, как его заряжать, но так как система аккумуляторная, она чаще всего не из одной батареи, стоит из нескольких, то один из вариантов, это когда вы едете за покупками, либо обменивать одну из батарей, либо заряжать одну из батарей, пока вы занимаетесь шопингом в торговом центре. И тогда я сказал, что есть еще один более хитрый вариант, это автономные доставки, это то, что мы сейчас видим на наших улицах, маленькие роботы, которые везут продукты питания из магазинов покупателям, таких роботов очень много, даже в Котке, только в другую сторону, то есть эти роботы везут батареи к застрявшей машине, к машине, в которой кончилось электричество, для того, чтобы ее подзарядить. При этом, если устроить некую систему электронную, компьютерную вызова этих роботов, то, в принципе, все это может работать очень легко, ну, фактически, по системе вызова такси. Робот подъезжает, и за 5-10 минут вам выгружается электричество, которое достаточно для того, чтобы доехать до дома. Да, это будет стоить дорого, но к этому мы сейчас еще вернемся. И тогда, я говорил, что это один из вариантов развития системы батарейной, ЛИФИПО, либо там уже сейчас есть еще более новая система. И рано или поздно этот бизнес придет, и тот, кто этот бизнес сможет открыть первым, тот сорвет большой куш. Тогда все, конечно же, крутили у виска пальцем, говорили, что я перегоняю историю, перегоняю время. Но, тем не менее, вот сегодняшняя новость, и она очень-очень меня порадовала. Вот фотография и вот текст. В Китае представили мобильный аккумулятор для зарядки электромобилей. Устройство похоже на огромный пауэрбэнк на колесах. Оно автономно передвигается, заряжает электромобили на парковках и на перегруженных зарядных станциях. Максимальная емкость модели составляет 141 кВт-час. Я могу сразу сказать, что почему 141 кВт-час, для меня это загадка. По-моему, их можно делать больше по объему, по емкости. Тем более, что батареи сейчас дешевеют, ну, реально, каждый день. Вот это вот представили в Китае, в принципе, есть статья, там даже название есть, и производители есть, и больше информации. Но для меня важна сама суть. Идея нашла себя, и люди начали воплощать ее в жизнь. Ну, и, как всегда, первыми воплощают ее китайцы, к сожалению, китайцы. А теперь давайте прикинем примерно себестоимость. Я считал эту себестоимость 3-4 года назад. Сейчас, я думаю, все это стоит уже все дешевле, поэтому это, так сказать, самый максимум, который у вас есть. Вот тележка с мотором и навигацией. Фактически, это та же самая тележка, которая возит сейчас из магазинов по домам, разводит продукты питания. Ну, вот те тележки, которые возводят продукты питания, они стоят очень дешево. Но, допустим, так как это батареи, так как это достаточно большое устройство, то я думаю, что это вот обойдется в 5 тысяч евро. Это тележка с мотором, с навигацией, то есть та, которая, так же, как и по продуктам питания, по заказу везет в то место, куда надо. Вот, батареи на 141 киловатт час сейчас стоят вообще копейки. Я так скажу, я могу купить за 100 евро батареи на 1 киловатт час. Но я могу сказать, я уверен, что люди, которые делают эти тележки в Китае, покупают, конечно, не по 100 евро за киловатт. Они покупают, я думаю, евро за 20, за 30 за киловатт. И, допустим, они покупают, тем не менее, по 100, то батареи примерно будут стоить около 10 тысяч евро. Ну, плюс-минус 10 тысяч евро. Говорю еще раз, что сейчас, я думаю, и 30 евро за киловатт, в принципе, цена, такую цену можно придумать в Китае. 141 киловатт час умножить на 30, ну, вот, получается где-то до 10 тысяч евро. Плюс, конечно же, придется разрабатывать софт и, конечно, придется подключаться к платежам через карты, через всех вот этих вот банковских негодяев. Но, я думаю, что все вместе с покраской и со всем остальным софтом в 20 тысяч евро вот такое устройство вполне можно изготовить. Я думаю, что, опять же, еще можно ужаться, и это будет цифра значительно ниже. Тем более, софт, я почти уверен, есть уже готовый, его просто, ну, подстроить под доставку этой батареи к конкретной парковке. Зарядку предлагаю, вот, я предлагал делать на 10 киловатт час, это, в принципе, в большинстве случаев доехать либо до заправки, либо до дома вам хватит. Ну, и за срочность, за то, что вы застряли и вам приехали, помогали, я думаю, что цена по Европе 50 евро за вызов, это будет вполне приемлемая, щадящая цена. Ну, вот, смотрите, 141 киловатт час, вычитаем 40 киловатт час на потере энергии, плюс на движение самого этого аппарата, у нас остается 100 киловатт час. Сейчас, если мы делим на 10 киловатт час заправка, то получаем 10 заправок. В какой срок? Я думаю, что, ну, за 2-3 дня 10 заправок он точно осуществит, я думаю, даже, конечно, больше. Зарядка 140 киловатт час стоит 10 центов за киловатт, то есть где-то 15 евро вы будете заправлять вот эту бандурину. То есть прибыль получается за вычетом, менеджер, который будет следить за этим, за вычетом, еще каких-то накладных расходов, я предполагаю, 450 евро. То есть, в принципе, эта вещь должна купиться за год-два. И дальше пойдет просто обычная добавка, обычная добавка к пенсии, обычная прибыль. Вот та идея, которую я говорил, вот та мысль, которая была у меня 3-4 года назад. В Финляндии пока такого нет. Если вы организуете вот этот бизнес, я думаю, вы соберете большое количество как грантов со стороны государства, так и прибыли за счет этой работы. Кстати, интересный момент, моя идея про польские витамины нашла отклик. Я уже вижу три магазина в Финляндии, которые торгуют польским витаминами. Ну, я могу сразу сказать, норма прибыли, у них 3-4-5 раз. В принципе, на этом на сегодня все. Берегите себя, до очень скорых встреч, пока. Продолжение следует...